Подари жизнь герою. С таким призывом днепровские медики обратились ко всем, кто может сдать кровь для раненых военных. Откликнулись и спасатели, и студенты, и пенсионеры, и даже олимпийские чемпионки. У входа в областную больницу Мечникова собралось несколько сот человек. Они пришли, чтобы стать донорами. Для наших ребят, которые в сравнении попали в больницу Мечникова. Владимир – участник боевых действий на Донбассе. Был контужен, получил осколочные ранения. Говорит, знает, как важна кровь для спасения раненых бойцов. Среди доноров и олимпийские чемпионки по гребле Анастасия Коженкова кровь сдает впервые. Ее коллега Дина Мефтохуддинова на осеннюю акцию «Подари жизнь герою» приходит третий год. Мы считаем своим долгом поделиться частичкой крови. Если это спасет какому-то бойцу или какому-то просто человеку, потерявшему большой литраж крови, если мы сможем спасти ему жизнь, мы получим огромное удовольствие сами для себя. Желающих сдать кровь настолько много, что очередь растянулась на десятки метров. Чтобы принять всех в трех кабинетах оборудовали два десятка кушеток. Нужнее всего донорская кровь в реанимации. У Владимира тяжелое ранение головы. Он в коме третью неделю. За это время ему перелили 8 литров крови, а это 20 доноров. Потребность в крови существует ежедневно. На сегодня у нас должно быть в больницах службы крови запаса на 100 пострадавших. То есть мы ежедневно должны принимать у себя около 100 доноров на станции переливания крови. Такие акции по сдаче крови для раненых в больнице Мечникова с начала 2014-го проводят 18-й раз. Донорами за это время стали больше 4 тысяч человек. А всего за это время перелили больше трех тонн крови и спасено 3000 людей, пострадавших в зоне АТО. Сегодня запасы банка крови пополнили на 100 литров. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро, UATV.